Это жуткий шок, потому что мы уже думали, что уже последние дни осталось нам так мучиться. И сегодня такое произошло. Как раз выбило все окна, выбило все рамы, выбило все люстры, даже двери повыносило в квартире. Конечно, мы в шоке от происходящего. Внутри это непередаваемое, это что-то страшное. Я не испытывала, я была маленькая, я 39-го года, я была маленькая, когда Тавайна была, я ничего не помню. Сестра моя была постарше, я ничего не помню. А тут мы пережили попадание в дом, там же стекла полетели, окна пооткрывались. Балконная рама. Там мы как-то привыкли уже к этим выстрелам. Но такого я, конечно, шоковое у меня состояние. Мы с мамой, которой 94 года, были на счастье на улице. И в этот момент прогремел жуткий гром, стук, были клубы земли, дыма, песка. Все это летело, и звук был ужасный. И мы попытались зайти в квартиру. Квартиру не могли открыть, потому что перекосила дверь. Спасибо соседу, который смог открыть нам ключом. Слава Богу, что не было пожара. Когда мы зашли, мы были в шоке, потому что вся квартира побита. Стекла были все на полу, на стенах, на балконе все выбило. Раму, стекла, окна. Это был кошмар. А внутри, понимаете, я могу сказать все, что я думаю. Эти падлы, падлы, их больше никак назвать нельзя, суки такие. Что они превратили? Нас мамой, у нас двое. Мы две пенсионерки. Нет, у меня ни семьи, ни детей, ничего. И таких, как я, тысячи людей. И что нам делать? И хорошо, если это последний раз. Наш дом соседний-то уже прилетали, и снова вот прилетело. Хорошо, если это последний раз. А если не последний? Живем каждый день под страхом, что завтра не проснемся. Успокойся. Мама. Можете поснимать, как она рыдает. И 94 года. Она во время войны, отечественную войну пережила, когда ей было там 12 лет. И сейчас, за что ей вот это? За что ей? Она не может до конца своей жизни спокойно пожить. Мам, все, успокойся. Спасибо, что нам вот ребята вовремя окна закрыли, потому что сегодня было так страшно. Мы не могли находиться в этой комнате. Мы ночевали на кухне, сидели с ней, потому что тут находиться было очень страшно. Все, все, мам. Скорее всего, это был роган, повезло, тем домам прошло сзади, и вот мимо этих топольков лег туда. Вообще, людям очень крайне повезло, что не задело несущую конструкцию второго, третьего этажа несущей стены. Была большая беда. Были бы жертвы, были бы слезы и кровь. А так, окошки, закроем контура, все сделаем, работаем. Повылетали балконные рамы, в квартирах повылетали. Ну, квартира открыта, там все видно было, все открыто. К зиме готовимся по доручению мэра, делаем, работаем. Игорь Бескровный, Ярослав Конуненко, Станислав Гришко Юрий Бабыкин. Харьковские известия.